Маленькая Рузат получила самый дорогой в мире укол препаратом Залгенсма. Президент передал все областные телерадиокомпании в введение НТРК. Избиение офицеров СВО. Прокуратура назначила экспертизу. Все самые последние новости дня в блоге «Кстати» прямо сейчас. Маленькая Кыргызстанка Рузат Ташматова получила самый дорогой укол в мире. Залгенсма об этом в социальных сетях сообщили родители девочки. До сих пор не верится и руки трясутся. Мы дождались. Мы благодарны Всевышнему, что дошли до этого заветного дня. Мы безмерно благодарны нашим волонтерам за пройденный с нами путь. Мы благодарны всем вам за спасенную жизнь нашей дочери. Сейчас нам тяжело излагать свои мысли. Позже мы обязательно обо всем расскажем. Не спеша, рассказали родители Рузат. Напомним, у Рузат спинальная мышечная трофея первого типа. Ей был необходим препарат «Злогенсма», который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость составляет 2 млн 382 тыс. долларов. В суммах это 195 млн. Сбор средств на покупку лекарства закрыли в марте 2022 года. Президент подписал указ о некоторых мерах по реформированию Национальной телерадиовещательной корпорации. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции. Поразительно! Документом приняты предложения рабочей группы по совершенствованию деятельности НТРК. Кабинету министров поручено реорганизовать общественную телерадиовещательную корпорацию и государственное предприятие Республиканской радиоцентров путем их слияния с переходом всех прав и обязанностей НТРК. Кроме того, введение НТРК передается областные телерадиокомпании, соответствующим штатам, финансовыми и материально-техническими средствами, а также большая концертная студия, закрепленная за Кыргызским государственным академическим симфоническим оркестром имени Асана Джумахматова. Садыр Джапаров также поручил выделить дополнительное финансирование для повышения оплаты труда сотрудников НТРК и модернизации развития компании. Факт избиения военнослужащего сил воздушной обороны зарегистрирован в журнал учета информации. Об этом сообщил начальник прислужбы генпрокуратуры Сыраджидин Камалединов. По его словам, военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит доследственную проверку. «Сейчас назначены все необходимые экспертизы. По итогам заключения экспертов виновным лицам будет дана юридическая оценка», – сказал Сыраджидин Камалединов. Отметим силы воздушной обороны и предведомственное министерство обороны. Напомним, майор СВУ избил лейтенанта. Последний госпитализирован и перенес операцию на голову. На этом у нас все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати.